Авиакомпания Malaysia Airlines заявила о своём техническом банкротстве. По словам нового гендиректора компании, теперь её ждёт реструктуризация. Цель программы – восстановить прибыльность авиаперевозчика к 2018 году. В прошлом году Malaysia Airlines потеряла два своих лайнера. Один из них бесследно исчез в начале марта во время выполнения рейса из Куала-Лумпура в Пекин. На борту самолёта находились 239 человек. Судьба лайнера и пассажиров до сих пор остаётся загадкой. Другой самолёт, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля над украинским Донбассом, где продолжается военный конфликт. Все 298 человек, находившиеся в самолёте, погибли. При этом руководство компании отмечает, что эти инциденты не были основной причиной нынешней ситуации. «Мы стали техническим банкротом, а ухудшение результатов деятельности началось задолго до трагических событий 2014 года». В рамках программы реструктуризации Malaysia Airlines сменит руководство и уволит 6 тысяч сотрудников из 20 тысяч. Возможно, будет проведён ребрендинг. Авиаперевозчик также планирует продать из своего флота два двухпалубных самолёта Airbus A380. «Мы предложили 14 тысячам сотрудников новые контракты. Это не выглядит как стартап, но мы будем начинать с нуля. Это будет новое юридическое лицо с новыми акционерами, новой стратегией и, по большей части, новым руководством. Всё будет обновлено». В прошлом году Malaysia Airlines перешла под контроль государственного фонда. После этого в компании сменили генерального директора для проведения реструктуризации.